МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кремль. 12 июня в Большом зале Кремлевского дворца начала свою работу первая сессия Верховного Совета СССР. Сессию Совета Союза открыл один из старейших депутатов, академик Паладин. Один из старейших депутатов, Кусинен, открыл первое заседание Совета национальностей. На следующий день избранники народа собрались на первое совместное заседание Совета Союза и Совета национальностей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Открыв заседание, председательствующий депутат Шайхметов предоставил слово для доклада о государственном бюджете СССР на 1950 год и об исполнении бюджета за два прошлых года министру финансов СССР товарищу Звереву. Докладчик подчеркнул, что новый бюджет направлен на дальнейший подъем народного хозяйства и культуры страны. Советский народ, сказал товарищ Зверев, ознаменует 1950 год новыми славными победами в строительстве коммунистического общества. Нас уверенно ведет к этой цели гениальный учитель и вождь, великой зодчей коммунизма, товарищ Сталин. 9 июня на Ленинградский вокзал для встречи премьер-министра Финляндии господина Кеконена прибыл заместитель председателя Совета Министров СССР товарищ Микоян. Среди встречающих министр внешней торговли СССР товарищ Миншиков заместитель министра иностранных дел СССР товарищ Громыко. Премьер-министр Финляндии господин Урхо Кеконен. При встрече был выстроен почетный караул. В своем заявлении перед микрофоном господин Кеконен сказал, Моё прибытие в столицу Советского Союза, Москву, связано с важным для нас, финнов, событием. С подписанием финляндско-советского торгового соглашения. Это является практическим осуществлением договора о дружбе и сотрудничестве, чему радуется весь финский народ. Пусть это соглашение укрепляет вечный благословенный мир и взаимную дружбу между Великим Советским Союзом и его северным соседом Финляндией, чему генералиссимус Сталин в своей речи при подписании договора о дружбе 7 апреля 1948 года посвятил для нас, финнов, памятные, ценные и мудрые слова. Субтитры создавал DimaTorzok В Туркмении в колхозе «Комсомол» созрел новый урожай. В первый же день уборки на поле вышел самоходный комбайн. Закипела работа во всех колхозных бригадах. Председатель колхоза на участке Бердыни-Язова. Старый бригадир может гордиться урожаем. 20 центнеров гектара. На землях, где комбайну работать неудобно, в косовицу ведут лобогрейки. Колхозники советского юга должны первыми рапортовать родине об урожае 1950 года. Азербайджан. Началась жатва на полях колхоза имени Калинина. Комбайнер Василий Щетинин обязался в честь сессии Верховного Совета СССР даже срочно закончить уборку ячменя. Нерушима колхозная заповедь. Первое зерно нового урожая идет государству. На уральском автозаводе имени Сталина в борьбе за досрочное завершение пятилетки прославилась комсомолка-контролер Руфина Росомахина. Своему новому методу технического контроля Росомахина обучает работников всех цехов завода. Не ждать, пока готовая деталь поступит для проверки, а самому контролеру передвигаться по кольцу технологического процесса. Вот что предложила Росомахина. В цехах Урал-Зиса метод кольцевого контроля положил начало новому подъему соревнования за качество продукции. Переходя от станка к станку, Росомахина стремится не только не пропускать брак на сборку, но предупреждать его возникновение. Укрепилось содружество контролера, станочников и наладчиков, повысилась их общая ответственность за выпуск деталей. Инициатива Росомахиной способствует к дальнейшему повышению культуры производства, позволяет сберечь много металла и средств. С помощью инженера Николаенко Росомахина изучает все измерительные приборы, применяемые в машиностроении. Новаторы-стахановцы неутомимо добиваются отличного качества продукции социалистической индустрии. Берлин. Общегерманский слет молодежи был ознаменован грандиозным митингом на площади Бюст-Хартера. Восторжно встретили собравшимся президента Германской Демократической Республики Вильгельма Пика. Митинг молодых сторонников мира открыл Эрик Хонекер, председатель Союза свободной немецкой молодежи. Вильгельм Пик призвал молодежь приложить все силы для защиты мира. Он проразгласил «Да здравствует великий друг немецкого народа генералиссимус Сталин!» Немецкой молодежь приветствовал секретарь Центрального комитета ВЛКСН Качимаса. Участники митинга приняли привет на телеграмму товарищу Сталин. По площади двинулись колонны демонстрантов. В этом шествии участвовало 700 тысяч юношей и девушек. Молодежь шла с лозунгами борьбы против англоамериканских поджигателей войны. За мир, за дружбу с Советским Союзом, за единую демократическую Германию, за солидарность трудящихся всех стран. В рядах демонстрантов представители молодежи всей Германии. Ни границы зон, ни провокации западных оккупационных властей не помешали общей германскому слету. Товарищ Сталин, отвечая на приветствие молодых немецких борцов за мир, писал, желая германской молодежи активному строителю единой демократической и миролюбивой Германии новых успехов в этом великом деле.